В эфире программа «Актуальное интервью» и я, ее ведущая, Ирина Цепитова. Сегодня мы поговорим о благоустройстве, а именно о первых результатах программы формирования комфортной городской среды. У нас в студии глава Наринмара Олег Белак и начальник управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Елена Карельская. Олег Ануфревич, Елена Михайловна, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. Сегодня мы говорим о благоустройстве, объекты сданы, есть уже чем похвастаться. Довольны ли вы результатами, Олег Ануфревич? Ну, скажем так, во-первых, нужно отметить, что это первый год, когда у нас в стране целиком реализуется такая программа. И нужно отметить, что данная инициатива была поддержана именно со стороны президента нашей страны. И уже реализована в виде денег. Это была поддержка нашими Госдумой и, соответственно, Советом Федерации. То есть первый раз, когда в стране проводится такая большая программа по благоустройству. А довольствие, недовольствие, знаете, как бы, с одной стороны, это замечательно, это хорошо. Городиться, с одной стороны, есть чем. С другой стороны, мы уже сейчас понимаем, что есть недостатки, но они связаны, в первую очередь, наверное, уже где-то с тем, как мы это реализовывали. Мы реализовывали, да, и, безусловно, мы продолжим эту программу и уже будем учитывать тот наработанный опыт, который мы получили. То есть мы, по факту, у нас построено, сдано, будем так называть это, если объединены, и дворовые территории, и детские площадки. Потому что есть отдельные детские площадки, есть дворовые территории с детскими площадками. Вот если как бы по детским площадкам посмотреть, то у нас из разных источников уровня бюджета, в том числе и за счет небюджетных источников, у нас сделано шесть площадок и выполнена одна парковая, целиком закончена одна парковая территория. Но это мы говорим про лесозавод, где установлен памятник и сделано частичное благоустройство. Поэтому, ну, не то, что гордиться еще, мы сделали то, что должны были, но все-таки, я думаю, что при планировании на следующий год мы уже учтем те, скажем так, ошибки или недоработки, которые были в этом году, с тем, чтобы успеть вовремя, самое главное, вовремя, да, то есть осуществить работу на тех территориях, тех дворовых зонах, которые уже определены на ближайшие годы. Олег Иванович, вы сказали шесть объектов. Это и дворы, и дворовые территории, общественные, это и детские площадки, и парковые зоны. Давайте поподробнее остановимся на каждой из них, ведь часть была сформирована, была построена с учетом пожелания самих жителей. Ведь это такое условие, да, программы. Это основное условие программы. И здесь просто нужно отдать должное, да, то есть для нас, скажем так, как соучастников, соисполнителей данной программы, очень было важно увидеть, насколько у нас жители неравнодушны к тем вопросам, которые касаются обустройства, благоустройства их территорий, да. То есть у нас вообще было проведено 81, скажем так, встреча с жителями МКД. И там, где они были наиболее активны, да, то есть была система, вообще была создана общественная комиссия. Да, большая подготовительная работа была проведена. Да, и в зависимости от проставленных баллов определялся тот или иной двор. Там, где еще прошли собрание собственников, где собственники смогли организоваться. То есть это порядка 80 заявок, получается? Да. Это порядка, не то что заявок, это, скажем так, столько провели мероприятий, но не везде, допустим, собственники жилья были столь активны, как, допустим, на дворовой территории на 60 лет октября, вот дом 48, если не ошибаюсь, да? 48 Б, В и строительная 10 А. То есть вот там, допустим, люди проявили очень большую консолидацию, да, то есть, скажем так, заинтересованность в обустройстве двора. Именно они поэтому и попали, скажем, в первую очередь. То есть сами жители формировали проект, они изъявляли желание, что они хотят увидеть, да, в своем дворе, получается, это так было? Абсолютно по-разному было. В каждом дворе, по каждой территории. Конечно, жители, скажем так, высказывали свои пожелания, что бы они хотели видеть, да? Потом уже делались, создавался некий проект, визуализация, а потом уже предлагались, да, то есть жителям. Они соглашались, потом это уже было в виде проектного решения, выставлялись на конкурсные процедуры, соответственно, приделался подрядчик, и дальше уже была непосредственная реализация. Вот именно вот эта улица, 60 лет октября, это дворовая территория, да? Это один проект именно по благоустройству дворовой территории в этом году, который был сделан. Ну, я могу в целом как бы пояснить, да, вот, основное, это же, как уже сказал Олег Анафриевич, инициатива исходила этого проекта от «Единой России». Основная цель, идея этого была то, что органы местного самоуправления при работах по благоустройству учитывают мнение жителей, тех, кто живет на конкретной территории. И предложен был такой алгоритм, что вообще участвовали только многоквартирные дома, вот в части дворовых территорий. Значит, жители должны были обратиться в муниципальное образование со своим предложением провести собрание собственников, выбрать ответственное лицо, которое будет согласовывать дизайн-проект, согласовывать все процедуры. Далее, муниципальное образование выносит все эти проекты на общественную комиссию на обсуждение. Далее, общественная комиссия проводит отбор тех дворовых территорий по баллам, как сказал уже Олег Анафриевич, и эти дворовые территории входят в муниципальную программу. Далее, когда были окончательно определены суммы по бюджету, общественной комиссии пришлось еще раз собраться и определить уже именно те объекты, которые позволили бы в этом конкретном году в пределах выделенных ассигнований реализовать вот проект. Вот такая схема. Но предварительная подготовка была проведена колоссальная, а все легло, в принципе, на плечи муниципалитетов, потому что круг работы расширился, гораздо расширился, чем от обычных мероприятий, потому что нужно было... Ведь жители подали заявление, порядка 80 заявлений. Кто-то просто от дома один человек обратился. На плечи муниципалитета легла еще функция сбора организации общественных собраний по домам. Понимаете? То есть с выходом на место далее были разработаны порядки по подаче заявок граждан, порядок по отбору территорий, как общественная комиссия должна оценить эти территории. Далее была разработана муниципальная программа. Вот если в городском округе базовая муниципальная программа уже была, то в искателях они делали по новой программе, новую программу. Далее. И мы, субъект-донор, мы получили информацию об ассигнованиях уже в апреле месяце. И до апреля месяца муниципалитеты, молодцы, они уже вот всю подготовительную работу провели. Так что работа колоссальная. И очень переживания были по поводу того, пойдут ли жители на встречу, будут ли инициативы от граждан. И, если честно, были приятно удивлены, что такое большое количество. Те дворы, на которые не хватило средств, они будут участвовать в следующем году в программе? Насколько я понимаю, они... составлен реестр. И сейчас будет до 31 декабря, должна быть утверждена в каждом муниципальном образовании, кто участвует у нас в проекте, должна быть утверждена муниципальная программа с конкретным перечнем дворовых и общественных территорий. Так что работа муниципальной комиссии еще предстоит большая. Просто хотел бы о чем сказать. То, что Елена Михайловна сейчас сказала, да, вот действительно этот перечень существует. Но у нас ведь, скажем так, были выполнены и ряд объектов, которые не входили в этот перечень, они выполнялись за счет средств недропользователей. Поэтому уже сейчас на имя администрации поступило несколько коллективных обращений жителей, в том числе домов, которые расположены в центральной части, вот в частности Ленина 29Б, Чернова 6, да, по-моему, если не ошибаюсь, порядка, и дом, это на улице, на улице ПРРК, вот. То есть я так понимаю, что все равно люди увидели, что есть реализация проекта, да, то есть когда что-то делаешь, то сразу, конечно, появляется желание и у людей более активно участвовать, потому что, ну, первый раз это такое, да, и мы тоже очень переживали, как это пойдет, как будет реализовываться. Конечно, вот вы спрашивали, довольны, недовольны, да, ну, мне, честно говоря, не очень, конечно, вот, просто как жителю, тем более как главе муниципалитета было удобно, когда мы сдавали какие-то объекты уже, можно сказать, когда снег выпал, да, то есть мне бы хотелось, и это должно же быть, по идее, так, да, то есть мы должны эти работы выполнять в летний период так, чтобы уже, допустим, за летний период мы это исполнили. А вот с учетом того, что сказала Елена Михайловна, да, то есть когда появились эти деньги, потом долгие этапы обсуждения общественности, чтобы никто не мог сказать, что где-то предвзяток к чему-то подошли, да, то есть мы, к сожалению, ушли вот на позднюю осень. Вот это надо, конечно, ситуацию исправлять, да, и делать это все своевременно, да, то есть в должные, нужные сроки, и, безусловно, с обсуждением, скажем так, жителей дворовых территорий, и что касается общественных мест, то здесь уже идет, как бы, концепт обсуждения со всеми жителями, допустим, муниципалитета. Вот. Таков проект есть и сейчас, допустим, да, он у нас обсуждается на сайте нашей администрации. Это вопрос по благоустройству и, скажем так, пониманию того, как должна выглядеть улица Смедовича. Временно исполняющем обязанности Александром Витальевичем Цибульским было, у нас сформулировано поручение, чтобы мы это обсуждение провели, и, в принципе, как бы мы уже получили отклики от жителей города, и есть, скажем так, некий концепт, мы понимаем, что там нужно сделать, да, то есть нам нужны нормальные некие парковые зоны, нужны площадки, где могла бы проводить время молодежь, да, то есть вот, на мой взгляд, сейчас у нас вообще отсутствуют вот таковые места, и из-за этого мы видим вот сейчас в настоящее время, да, то есть каждый вечер массовые скопления в районе Универсама или вот здесь, рядом, во дворе вот за близнецами, то есть молодежи у нас сейчас, получается, что некуда пойти, да, то есть нет тех мест, где в больших городах, это, допустим, никакие торговые центры, но у нас они просто объективно отсутствуют. Нам нужно создавать такие места, где бы молодежь могла проводить достойное время. Вот все вот эти вот моменты мы хотим учесть, и улицу Смедовича, скажем так, сделать некой такой общественной зоной, где было бы комфортно разным группам населения, чтобы там были и объекты, скажем, какие-то, ну, как раньше говорили, общепита, да, то есть были какие-то кафе, были спортивные площадки, были детские площадки. Ну, я думаю, что начнем реализацию проекта, если все будет благополучно, то уже, надеюсь, что в следующем году. Здорово. Я думаю, что все ждут, да, именно почему-то, реконструкции именно Смедовича. Поэтому мы к концу завершения программы должны уже видеть какой-то результат. Облик, изменится облик города, да? Он изменится для города, безусловно, но мы должны, скажем так, есть полное понимание, как у окружной власти и у городских органов власти, да, о том, что мы должны неким образом все-таки сохранить некую историческую, да, архитектурный облик, то, что было на Смедовиче, просто придать им новые значения. Мы вот в этом году, скажем так, практически завершили освобождение улицы от тех домов, которые там стояли, да, остался, по большому счету, один дом на Смедовиче, девять. Вот. И, в принципе, проработали вопрос по, скажем, есть идеи и есть понимание, как, допустим, провести застройку для тех целей, которые я вам сказал. То есть есть хорошие новые технологии, и которые, ну, нас приятно удивили, когда мы обратили внимание на опыт наших соседей. Вот. И если хотите, просто могу показать, как это может выглядеть. Да, то есть... Вот. Ну, допустим, проект вот такой. Это примерный эскиз домов, которые у нас были на Смедовиче. Естественно, что он будет уточняться с более точными данными. У нас есть по фотографиям, да, то есть... Вот. Ну, это уже вот сейчас поступило. Если все благополучно, мы, скажем так, готовы совместно с округом это реализовать. Эти дома по финской технологии, то есть это клееный брус, да, производится в городе Вологда. То есть мой заместитель посетил это предприятие. У нас уже, в принципе, идет с этими обсуждения, есть уже предложения по цене и так далее. То есть, ну... То есть это заново построенный дом? Ну, это так, да, это заново построенный дом, но с сохранением тех архитектурных особенностей, которые были. Все-таки у нас Смедович, она была достаточно такая уютная улица, просто то, что не было должной степени благоустройства, да. Если мы сейчас нам создадим вот в этих, допустим, домах некие, ну, те же самые кафе или там центры для молодежи, это, на мой взгляд, просто замечательно, да. То есть если это будет у нас некая такая общественная зона, где люди могут проводить совершенно разных категорий свой досуг и... ну, или заниматься чем-то общественно полезным. То есть облик улицы Смедовича, он будет таким же, каким он был, можно так сказать. Ну, если вспомните, там у нас было много разных домов, да, но я как раз за то... тот стиль примерно, который здесь изложен, да, то есть это вот характерно было для домов 7-го, 9-го, потом 12-й, 14-й, да, вот этих домов. Вот те дома, у них был некий единый стиль, вот, и я думаю, что мы сможем... Те, которые с балкончиками. Да, те, которые с балкончиками, да. Олег Анафриевич, вы уже упомянули о немного затянувшихся сроках сдачи объектов. В связи с этим хотелось бы спросить, все ли объекты, они до конца доделаны, скажем так, подрядчикам, или какие-то работы перенесены на следующий год? Например, может быть, озеленение где-то было в каких-то объектах? И есть ли гарантия в этих объектах? Хороший, спасибо за вопрос. На самом деле, вот как раз это к тем проблемам, которые у нас, скажем так, выявились, да, то есть, ну, во-первых, мы объекты сейчас еще не все завершены. По части, допустим, у нас то, что была экономия получена на улице 60 лет октября, мы не так давно провели конкурс на обустройство дворовых территорий на улице 60 лет СССР, только дома уже 8, 6, 8, 10. И в настоящее время, как раз вот именно в настоящее время, там мы вывели отдельно работы по освещению, чтобы, скажем так, их освоить, эти деньги в этом году. Они сейчас, работа выполняется до 20 ноября, должны быть выполнены, да, то есть это как один этап. Дальнейшее обустройство уже будет проводиться, соответственно, там, весенне-летний период. А по, скажем так, незавершенным объектам, у нас, да, есть одна из, один из объектов, это у нас, ну, условно называемый парк на юбилейный, да. Пешеходная зона. Пешеходная зона, да, в районе улицы Рыбников. Там у нас возникли проблемы по реализации, они возникли в том числе и по объективным причинам, поэтому будут, скажем так, приняты те работы, которые выполнены, но, к сожалению, не удалось завершить объект, как планировалось, в установленной сроке. Поэтому остается только его, ну, что называется, доработать и сделать на следующий год. Это вот как раз те моменты, на которых мы учимся, да. Ну, надеюсь, что таких моментов уже в последующем не будет. Олег Анафриевич, а... Хочу пояснить еще, остатки средств останутся в окружном бюджете, они не перечислялись в бюджет городского округа, поэтому будем думать, как на следующий год их включить в нашу программу остатки, чтобы продолжить, завершить все работы. Олег Анафриевич, а дает ли подрядчик гарантию на свой объект, допустим, площадка на 60 лет СССР, к примеру, допустим, что-то с плиткой, с озеленением, с деревьями случится, есть ли какая-то гарантия? Это вообще, в принципе, требование 44-го закона, да, то есть обязательно любые работы, которые выполняются в рамках закона по закупкам, да, то есть они предусматривают гарантии, безусловно. И были, допустим, по 60 лет октября там у ряда людей свои предложения, я думаю, что еще какие-то дополнительные работы в рамках как раз гарантийных работ могут еще быть, ну, что называется, улучшены, да, доделаны. Поэтому по плитке вопроса там не возникало, даже более того, тот подрядчик, который там выполнял, они выполнили объем больший, как раз по просьбе жителей, да, то есть там выезд со дворовой территории, он не входил, то есть подрядчику здесь тоже нужно дать должное, у нас подрядчик, это ООО РИЦ, да, то есть они работали, ну, можно сказать, с утра и до позднего вечера, вне зависимости от того, светло или темно, да, то есть работали они, ну, очень хорошими темпами и очень ударно. Еще такой вопрос, я думаю, он интересует всех, да, жителей, где создаются новые, там, детские площадки, допустим, на кого ляжет обязанность по их содержанию? То, что для жителей такой щепетильный вопрос, да, включиться ли в квитанцию за содержание площадок? Этот вопрос волнует все равно, не только не из кем вокруг. На самом деле вопрос очень правильный, вот, и как раз это тоже новая реальность для наших жителей, да, потому что с одной стороны все говорят, давайте, делайте детские площадки, а с другой стороны, когда это вдруг узнают, это такая же ситуация у нас по улице авиаторов получилось, да, то есть там вот три дома, у них там есть детская площадка, и она была, ну, то есть земля отмеженная, детская площадка является собственностью жильцов этих домов, и это отражается на их квитанции. Поэтому здесь, опять же, такие жители должны понимать, что если эта детская площадка, скажем так, находится на территории многоквартирного дома, то затраты по их содержанию ложатся на управляющую компанию, соответственно, управляющая компания это перевыставляет на жильцов. Возможно проведение, скажем так, дополнительных работ по отмежеванию этого участка, да, но это опять же... Это время. Это время, да, то есть здесь нужно проводить определенные работы, но опять же таки нужно общее собрание жильцов, принятие решения, проведение кадастровых работ. То есть стопроцентное согласие всех должно быть, что это не всегда реально. Ну, есть такой момент, у нас просто, ну, к сожалению, вот так исторически сложилось, у нас совершенно по-разному дворовые территории, что называется, ну, как бы нарезаны. Размежеваны абсолютно по-разному. Размежеваны очень по-разному. Есть дома в центре города, да, которые, ну, что называется, красная линия проходит по, можно сказать, контурам дома. То есть дворовая территория не принадлежит собственникам МКД. А есть другая ситуация, вот Ленина 27, тоже вот здесь это А, Б, да, здесь вот дворовая территория, это как раз принадлежит многоквартирным домам. То есть кто-то будет платить, кто-то за содержание, кто-то не будет. Ну, это... И так получается? Да, но это... Почему так сложилось, я сейчас, мне сказать, трудно, да, то есть это принимались решения в разные годы. И, ну, естественно, что нужно проводить, наверное, некую ревизию и переходить к какому-то общему знаменателю. Потому что вот сейчас, да, у нас идет такое вот некое... Ну, по-разному это все как бы выглядит. Естественно, что не все жители готовы платить, допустим, за те же самые детские или там спортивные площадки. Кому-то она нужна, кому-то не нужна. Естественно, у человека возникает вопрос примерно, а зачем мне это надо? Но, с другой стороны, некоторые, наоборот, допустим, готовы это содержать, да, потому что у них есть дети, они понимают, что это надо. Ну вот... Вопрос хороший. Надо исходить из того, что большинство сейчас все равно все собственники, да? То есть любой собственник должен нести бремя содержания своего имущества. И если, допустим, 4 дома, двор и земля полностью в собственности, то они вправе распорядиться этим имуществом сами. То есть если они считают, что можно, допустим, пользоваться детской площадкой, построенной на общественной территории, а здесь можно просто за меньшие деньги провести озеленение, и они могут даже без привлечения муниципалитета это сделать, да, это одна ситуация. А если они все-таки принимают решение, что не выходя со двора можно было заняться и играми, спортивными какими-то мероприятиями, то, конечно, они должны будут при принятии решения по благоустройству, они, каждый собственник должен поставить свое согласие, сможет ли он, согласен ли он в дальнейшем содержать эту территорию. Это все. Просто у нас есть еще такая форма управления, как ТСЖ, да? Да. Вот, допустим, у нас этот дом по Ленина 39, если не ошибаюсь, да, то есть дворянское, так называемое, да, дворянское гнездо, и там форма управления ТСЖ. Достаточно, как бы мы смотрели, тоже достаточно такая интересная, эффективная форма управления. Вот они самостоятельно решали, допустим, как обустроить свой двор, да, и они не за счет средств, не муниципалитета, то есть именно ТСЖ оборудовало там частично какие-то игровые элементы и прочее, прочее. То есть, ну, вот, или, например, правильно сказать? Они считают деньги. Они считают деньги, да. То есть, на самом деле, ну, мы, каждый из нас зачастую не всегда действительно понимает, ну, что называется, свои права и свои обязанности, да. Вот, поэтому, ну, я думаю, что какое-то время уйдет на, скажем так, осознание с жителями, да, то есть, где им нужно, где не нужно. Ну, скажем так, мы готовы идти на встречу, но, безусловно, каждый должен понимать мир и своей ответственности. У нас остается не так много времени, и хотелось бы конкретнее поговорить о планах на следующий год, в том числе на последующий, до 2022 года. О каких средствах мы можем говорить? Ну, я хочу сказать, что подготовительная работа у нас вся проведена, то есть государственная программа как основное условие для получения федеральных средств, она у нас принята, правила распределения субсидий и использования, они у нас приняты. Единственное, что проблемка может быть, что их придется корректировать, потому что на сегодняшний день федерация не приняла еще, не утвердила постановление правила, поэтому, возможно, нужно будет корректировать. Сейчас осталась задача основная, это распределить средства между участниками. участников у нас в этом году, ой, в 2018 году будет четверо. Еще два муниципалитета прибавляются. Да, поэтому сейчас идут как раз слушания по бюджету, по окончанию, и я думаю, что уже все это определится. А известно уже, какую сумму федерация выделила? Есть проект, проект, да, но сумма, если в этом году у нас было 10 миллионов 419 тысяч, то на следующий год пока что по проекту у нас 5 миллионов 900. Это федеральные средства. Да, федеральные средства. И это очень мало. Это очень мало. Если у нас в этом году в целом вот те деньги, которые аккумулированы были в окружном бюджете и в муниципальных, на весь проект, это не считая спонсорских, которые прошли мимо бюджета, порядка 65 миллионов. Да, вот если из них 10 было федеральных, а 18 мы считаем, что это за счет недропользователей, 2,5 миллиона это муниципальные бюджеты, то остальная часть это окружной бюджет. В этом году, на 18-й год в проекте у нас средства учтены примерно в этих же объемах за счет окружного бюджета. Сейчас основная задача их правильно распределить между муниципальными образованиями. А от чего зависит объем средств федеральных? Из-за того, что мы перегион с хорошим бюджетом? Мы доноры. Мы доноры. В этом же году, вот в 17-м году, изначально, когда партийный проект стартовал, изначально предполагалось, когда 20 миллиардов выделили из федерального бюджета, предполагалось, что вообще будут получать или только субъекты дотационные, кто не получает дотацию из федерального бюджета. Далее, когда уже пошла инициатива от субъектов, что доноры тоже полноправные субъекты и участники, были выделены средства из резервного фонда правительства для доноров. Но не всем. Не всем. Москва этих денег не получала, потому что она очень, скажем так, высокая. У нас 10 миллионов. У нас сумма не такая большая. Пока мы имеем то, что имеем. У нас бюджетные проектировки, но у нас еще пока и не федеральный бюджет не принят. Соответственно, наш еще не принят. Ну, хотелось бы, конечно, надеяться на увеличение этой суммы. Но в любом случае, вот о чем говорила Елена Михайловна, то есть у нас по большому счету было, если так посмотреть, то три источника. То есть это средства федеральные, средства окружные и средства компании-недропользователей. Если федеральные и окружные пока в проектировках существуют, но здесь нужно понимать, что процесс не завершен, пока бюджет не принят. То есть еще, скажем так, депутаты окружного, допустим, собрания, федерального собрания должны эти цифры рассмотреть, утвердить. И, возможно, корректировки. Ну, я надеюсь, только в сторону увеличения. Ну, а что касается компаний-недропользователей, то есть у нас вот в этом году активно участвовали компания «Лукойл» и компания «Зарубежнефть». И, допустим, у нас уже состоялись встречи с компанией «Зарубежнефть». Им, в принципе, скажем так, так как это не работает в рамках СРП, и «Зарубежнефть» является там, скажем так, оператором, то со стороны компании прозвучала такая информация, что участникам СРП понравилось, да, участие именно в таких проектах. То есть не каких-то там, условно говоря, спонсорских мероприятиях в точечных вещах, а когда спонсорские средства направлены на улучшение среды проживания жителей города, округа, да. То есть это, в принципе, на мой взгляд, это очень хорошо принимается иностранными участниками, и нашими участниками. Поэтому вот эта составляющая, я думаю, что она сохранится и на следующий год. И даже увеличится. Ну, это уже будет зависеть тоже. Это будет лучший вариант. Да, потому что всем интересно увидеть результат. Потому что, вот представляете, даже те же 10 миллионов, да, ведь это не очень большая сумма. Если, допустим, на эти средства закупить только скамейки и расставить в каждом дворе, то результата не будет никакого абсолютно. То есть комплексный подход, когда вот подошли конкретный двор, согласовали дизайн проекта, сделали расчет, да, реализовали, и граждане приходят на готовый, где уже все учтено, все, что они хотели, все учтено. Далее, если они собственники, то они могут продолжить что-то доделывать, переделывать. Если они не собственники, то они в любой момент могут обратиться в муниципалитет с предложением. И еще следует учесть, что мы в этом году финансовое участие граждан не предусматривали, только трудовое участие. То есть были субботники, а вообще-то, как бы, вот крупные субъекты Российской Федерации, они уже потихоньку переходят к финансовому участию граждан. Здесь хотелось бы как раз дополнить о том, что у нас вот одна из спортивных площадок была создана как раз и при активном участии, и, скажем так, уже... Частичным. И частичным финансовым участием, да, это ТОС «Мирный», да, вот они сделали там совершенно, ну, как бы, небольшую, но, наверное, удобную для вот этого территориального органа самоуправления некую площадку, да, и там выделялись гранты городского бюджета. Вот, то есть тоже одна из форм, да, то есть там нет много квартирных домов, там дома частные, но вот и руководитель ТОСа, и сам ТОС активно участвуют в этих процессах, да, в желании обустраивать территорию. И здесь уже идет, как бы, скажем так, поддержка со стороны муниципалитета. И на следующий год, насколько мне известно, в том числе и в окруженном бюджете могут появиться средства на развитие вот таких вот форм самоуправления, как ТОСы. Это вот тоже одна из таких особенностей, которые существуют у нас в городе, в нашем регионе. Олег Ануфриевич, Лена Михайловна, спасибо большое за беседу. Будем следить за изменениями в облике нашего города. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова